всем привет сегодня будем готовить пирог зебра пирог очень простой очень вкусный достаточно легко готовить ну что мне нравится больше всего он очень красивый получается его вообще не стыдно даже на праздничный стол поставить понадобится нам для его приготовления сметаны примерно грамм двести один стакан я беру сода ее нам нужно будет погасить немножко соли сахара я беру вот так вот не полный стакан но это вообще по вкусу можно чуть меньше или чуть больше какао 3 яйца и мука разбиваем сюда добавляем прям чуть-чуть соли вот щепоточку сахар и все это потихонечку взбиваем до белой пены до однородной массы теперь сюда нам нужно добавить чайную ложку соды и нам нужно ее погасить уксусом сюда же добавляем стакан сметаны это буквально 200 грамм кстати вместо сметаны можно спокойно взять кефир или йогурт обычный без добавок теперь сюда нам нужно подсеивать муку муки будет примерно около двух стаканов чуть меньше поэтому все сразу не высеиваем чуть-чуть нужно оставить главное это консистенция все перемешиваем вот такое тесто у нас должно получиться вот она чуть-чуть пожиже чем вот обычно на оладушке делают теперь нам нужно вот у нас осталось немножко муки теперь у нас пойдет какао вот это тесто нам нужно разделить пополам то есть другую мисочку взять и половинку отлить конечно мы это делаем на глазочек примерно вот так и теперь в одну чашечку мы добавляем какао пару столовых ложек вполне достаточно хотя можно взять чуть чуть побольше это будет влиять только на цвет самого теста а в эту мы досыпем немножко муки и теперь вот это тесто вымешиваем вот оно стало немножечко погуще но главное чтобы тесто лилось то есть не сильно жидкое и не сильно густое среднее теперь мы вымешиваем вторую часть теста и духовку включите заранее потому что все это достаточно быстро происходит на 180 градусов вымешиваем вторую часть вот такое тесто получилось теперь нам нужно подготовить форму мы ее смазываем маслом я беру пергамент на бумагу но это в принципе не обязательно нужно просто хорошенько смазать и присыпаем ее мукой или можно взять манку нужно взять панировочные сухари то есть по вашему желанию и теперь начинаем готовить пирог вот мисочку лучше всего держать ближе к центру пирога берем две одинаковые ложки одинакового объема вот так по одной ложечке держим на центре просто чтобы у вас было меньше лишних капель скажем так вот по одной ложечке одну белую одну темную и вот таким образом делаем весь пирог пирог у нас готов теперь нам нужно сделать на нем рисунок для этого нам понадобится зубочистка и делаем вот таким образом хотя в принципе вы можете рисовать как хотите любой рисунок можно цветочек нарисовать то есть все это по вашему желанию по вашей фантазии примерно вот так все теперь нам нужно поставить в духовку у меня уходит обычно примерно минут 40 а вы сами ориентируйтесь по своей пирог у нас готов нужно его проверить зубочисткой зубочистка сухая значит пирог готов не надо больше ему ничего теперь нам нужно оставить его чтобы немножко постоял пирог постоял но правда он еще совсем не остыл его желательно конечно разрезать когда он совсем остынет будет уже холодненький не хватает терпения поэтому отрежу сейчас покажу кусочек как он выглядит в разрезе вот так я думаю видно понятно очень просто красиво вкусно уверенно вам очень понравится если вы приготовите всем спасибо при этом аппетита пока пока